Всем привет, друзья! Приветствую всех на своем канале Алькуша СМР. Меня зовут Оля. И вы на канале Алькуша АСМР. Сегодня будет АСМР вопрос-ответ. Вы мне написали достаточное количество вопросиков, и я буду сегодня отвечать. Я постараюсь, потому что у нас гости, и сейчас вообще времени нету снимать видео. Приехала моя сестра с племянницей. Возможно, будут какие-то посторонние шумы. У меня еще ребенок болеет. И поэтому, в общем, сразу извиняюсь. Я просто постараюсь ответить на вопросы, которые вы написали. Итак, Алиса Мелиса мне пишет. А какие у вас любимые триггеры в АСМР? Под какие звуки быстрее засыпаете? Мои самые любимые триггеры в АСМР это мурашки ноготками по бумаге. Это я просто обожаю очень. Еще мне нравятся звуки рта. Потом, какие еще мне нравятся? Ну, это вот одни из любимых, и я их практически всегда слушаю. Так, Дали пишет. Опишите себя метафорически с помощью трех вещей, предметов, которые вы больше всего любите, которые характеризуют вас. Можно эти предметы нам показать в стиле АСМР. Ну, я расскажу. Это три вещи, которые идут всегда со мной рядом. Это первое, это, конечно же, ноутбук. Это я себя ассоциирую с тем, что это мой помощник. Помощник в работе, помощник в моем хобби. Это везде, вот, потом вторая вещь, это, наверное, телефон, потому что я тоже без телефона не могу постоянно звоню, да, родителям, там, не знаю, в общем, общение. И третья вещь, это микрофон, конечно же, разговор по микрофону. Вот, это тоже для меня важно. И поэтому вот это три вещи, которые больше всего я люблю, наверное, которые мне помогают в жизни. Всегда со мной рядом. И ноутбук я всегда с собой ношу, и в дорогу. И всегда мне очень нравится. Мне ноутбук нравится больше телефона. Телефон, там мелкие цифры, буквы. Вот, а ноутбуки я всегда смотрю. И фильмы, телевизора у меня нету дома. И меня, в принципе, это все устраивает. Дальше. Дора Ли, планируете ли снимать АСМР-видео с сестрой или дочкой? Очень интересно было бы посмотреть такое видео. Ну, дочка у меня сниматься особо не хочет, редко когда-то что-то появляется. А сестра, да, она ко мне приехала, и мы будем, наверное, делать с ней тоже какие-нибудь процедуры домашние. Может, на днях сделаем, если нам Вероничка, ее доченька маленькая, ей 3 месяца сейчас, уже 4 сейчас будет, 4 января будет 4 месяца. Уже, если она постоянно у нас, такая девочка с характером, постоянно должна быть, но она приучена, чтобы ее тискали постоянно, поэтому постоянно должна быть на руках. Или постоянно должна быть. Вот опять проснулась. Я с вами тут общаюсь несколько минут, мы ее уложили спать, она спит, как комарик. Вот уже моя дочка пошла к ней в комнату развлекать ее, сейчас я пойду, конечно. Поэтому постараюсь быстрее сделать видео. Ну, гостью у меня будет до 11 января, поэтому пока в быстром темпе вот так все будет происходить. Я ничего не могу поделать, это моя семья, и они сейчас опять уедут. Я свою племянницу еще даже с самого рождения не видела. Дальше. Аскен, расскажите о себе и своей семье, в каком городе живете, чем занимаетесь. Расскажите о себе, что я могу рассказать. У меня есть двое деток, мальчик и девочка, подростки, родители есть. Я не живу в другом городе, в Калужской области, там, где я родилась, город Киров. Сейчас я живу в городе Орехово-Суево, Московская область. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь... У меня работа, я работаю в интернете, в компании Фаберлик. Работаю я дома за компьютером, за ноутбуком. У меня свободный график, у них зависит, ни к чему не привязано. То есть в свободном графике работаю, очень много есть времени свободного. И чем занимаюсь? Еще снимаю канал на Ютубе, веду хобби у меня вот такое вот. Наталья Миронова, скучаете ли вы по своему огороду? Смотрю вас с самого начала. Как решились на переезд? Наталья Миронова, спасибо всем, дорогие друзья, за ваши вопросы. Все такие вопросы интересные. И Наталья, спасибо, что я могу ответить. Конечно же, скучаю по своему огородику. Я очень-очень-очень скучаю. Но когда я уезжала, когда я собиралась уезжать, это было весной, то мой огород развалился. На нем стояла теплица, она развалилась. И беседка была у нас тоже такая булавальная. Крыша у нее тоже упала от... Не знаю, может быть от снега, от льда. Зимой, я не знаю даже. Все развалилось на моем огородике. И как будто вот обиделся огородиком на меня. Но ничего, там сейчас мама, он разработан. Муж его полностью перекопал осенью. Мама посадила, будет там клубники больше выращивать. Я... У меня нет в планах здесь постоянно жить. В Орехово-Суево я могу вернуться к родителям обратно с мужем. Поэтому у меня работа такого характера, что я могу и работать где угодно. У меня онлайн работа. Без всяких продаж и так далее. Поэтому я могу не зависеть от места жительства. Я могу где угодно работать. Просто дети подрастут. Я думаю, тоже мешать им будем. Просто сейчас помогаем мы им, конечно же, очень. Тем более город новый. Ни друзей, ни подруг. В общем, вот так вот. Надеюсь, вот так вот рассказала. Как решились на переезд, да? Ой, решились на переезд без всякого... Без всякого такого сопротивления совершенно. У меня дети здесь родились. Они здесь прописаны. Они прописаны были со своим отцом, с первым. Вот. С первым моим мужем. Поэтому... Что я могу сказать? Они здесь родились. Мы здесь жили где-то до года, наверное, в этой квартире. А потом... Муж мой первый погиб. Он был военный. В 2011 году где-то. Может быть, вот так вот. Детям было, не знаю... Может, два года, два, три. Я не знаю. Где-то в таком. Я уже не помню. И мне пришлось отсюда уехать. Потому что у меня двое детей на руках. А здесь помочь было некому. И мне... Я уехала к родителям в Киров. И вот сейчас они, дети, приехали сюда учиться. Потому что у нас в Кирове... Учиться негде. Максим по компьютерам. Учится сейчас тоже. Вот, сын. Они учатся в колледже. Поэтому решились на переезд без всяких сомнений. Не было совершенно никаких сомнений. У меня дети на первом месте. Чтобы дать им образование. Вот. Учатся они здесь хорошо. Сын у меня полугодия без троек закончил. Ну, дочка, по-моему, тоже. Она вот так болеет. Часто простудными заболеваниями. Но все нормально. Все сдали. Зачеты все сдали. Молодцы. Так что... Им очень нравится учиться. Очень нравится учиться. Поэтому стараются. Стараются. И нам нужно за ними смотреть и пересматривать за ними. Алина Беляева. Смотрите ли вы каких-нибудь АСМР-блогеров? Или как это правильно называется? Как решили заняться этим делом? Этим делом сами. Смотрю блогеров. Конечно же смотрю. Иностранных. Мне нравится. Я не знаю, как канал называется. Онлайн планет. Или планет. Что-то там такая девушка. Вот она. Там показывает разные туши. Всякие такие косметические обзорочки у нее. На иностранном языке. И мне это нравится. Я толком не понимаю, что она говорит. Но у меня прям мурашки по телу. Ну, российских тоже смотрю блогеров. Есть блогеры, которых смотрю, конечно же. Даже есть, на которых подписано. Поэтому, как решили заняться этим делом сами. Решила. Я не сама решила этим заниматься. Там мне... Вы, мои дорогие подписчики, мне подсказали. Потому что, если мой канал прокрутить нише, то первые мои видео. Там будут обзоры продуктов. Я делала фикс-прайс, светофор. Там разные. Пятерочка. Магнит продукты. И вы стали мне в комментариях писать, Оля, у тебя хороший голос для АСМР, шепот. Попробуй АСМР. Я тогда не знала, что это такое. Даже год назад я не знала, что это такое. Это год назад был. Я даже меньше года. Это было по весне. С весны я веду АСМР-канал. Я его переименовала. Раньше он назывался еще под коня. А сейчас Ольгуши АСМР. Вот. И я подумала, ну а почему бы нет? Раз просите вы меня... Давай, думаю, попробуй. Ну а... Попробовала. Вот. И теперь занимаюсь этим делом сама. Поэтому спасибо вам за то, что подсказываете. И я тоже стараюсь помогать людям. Расслабиться, убрать тревогу и так далее. Ольга, Ольга. Чем занимаетесь помимо АСМР? Кто вы по профессии? Есть ли у вас дети? Из какого вы города? Чем вы занимаетесь помимо АСМР? Помимо АСМР у меня есть основная работа. Это... Я работаю в косметической компании Фаберлик. Работаю я с 2016 года. У меня сейчас самозанятость. Я плачу налоги. Занимаюсь косметикой. Но занимаюсь я не по каталогам. Я не продаю. Я лишь рекомендую людям косметику через интернет. Приглашаю людей. Если вы хотите так же, как и я, начать работать дома в интернете, то, конечно же, я буду очень рада вас видеть у себя в нашей команде дружной. И я могу ссылку оставить в описании. Регистрируйтесь. Мы с вами свяжемся и будем вместе работать. Работа не сложная. Очень легко работать. Поэтому мы всему научим. У нас очень дружная команда. Работаем онлайн. Мы не связаны. У нас нет начальников. У нас есть свободное время. Если, например, вот у меня ребенок болеет, я без больничных сижу. То есть я... Врач у меня спрашивает, вам нужен больничный? Я говорю, нет, не нужен. Я дома работаю. Вообще очень удобно. То есть я с ребенком сижу, что у меня не надо больничный. Есть у вас дети? У меня, да, двое детей. У меня мальчика, девочка, двойняшки. Подростки уже. Я из города Орехово-Суево. Родом я из Калужской области, город Киров. Но сейчас вот живем в Орехово-Суево, пока детям помогаем. Вы любите путешествовать... Дали. Вы любите путешествовать, в каких странах были и в каких отделе побывать. Вы любите путешествовать... Я люблю путешествовать, но я была только два раза в Анапе. Я ездила с детками, когда им было 4 котика и когда им было лет 6, наверное, перед школой их возила. Вот, малютка уже. Наверное, кушать хочет. Сейчас мама будет кормить. В каких странах были и в каких хотели бы побывать? Я не была ни в каких странах. В каких хотели бы побывать? Я хотела бы побывать, не знаю, в Дубае, например. Я хотела бы побывать. Очень красивая страна, да. Арабские Эмираты, Дубай. А раньше я хотела бы побывать в Рио-де-Шанейро. Очень хотела бы побывать... Это Бразилия. Потому что мне нравились бразильские сериалы. И мне бы хотелось там побывать. Ну, как-то так. Поэтому ни в какой стране я еще не была, ничего не видела. Сенечка, Сенечка, не в тему. Но вам очень идет макияж с блестками на веках. Особенно розовый. О, спасибо за идею. Надо будет еще сделать такой макияж с розовыми оттенками. Спасибо. Алина Туманова. Здравствуйте. Какие у вас есть хобби, помимо ведения канала? Чем бы вы хотели сниматься еще? У меня помимо канала, это мой хобби. У меня работа. И она тоже занимает время. Итак, если посчитать, я не успеваю на хобби. У меня нет хобби. Больше другого. Это утром встать, приготовить, покушать детям. Потом до обеда я готовлю, покушать, заходить, сбегать на рынок по магазинам, покушать, приготовить, чтобы дети пришли, было что-то горячее на обед. И потом ужин готовлю. И уже нужно работать дальше за компьютером. Моя основная работа в Аберлике. Вот. И вечерами могу видео снимать. Своё хобби, которое у меня есть. Поэтому пока больше никакого у меня хобби нет. Любовь Забуровного. Здравствуйте. Кто вы по образованию? Кем работаете? Здравствуйте, Любовь. Я по образованию. Технолог швейного производства. Я училась в Королёве, под Москвой. Уехала я учиться в 16 лет. Училась, жила в общежитии. И училась на технолога швейного производства. Поработала немножко помощником мастера у нас на швейной фабрике местной в Кировской. Потом швейную фабрику закрыли. Сейчас фабрика закрыта. Это уже... Я не знаю, где фабрики сейчас открыты. Это уже когда... Особо не шьют одежду. Вот. Всё берут из Китая, наверное, не знаю. Поэтому по образованию технолог швейного производства. Кем работаю сейчас? Работаю в Эберлике. Дома. За компьютером. Без продаж. Свободный график. Присоединяйтесь ко мне. Будем вместе работать. Здорово. Не нужны начальники. Ничего не нужно. Зарплата идёт сразу на карту. Сразу, с первого раза, когда вы начинаете работать, сразу получаете зарплату. Всё. Не нужно ждать полгода. Год. Только нужно, конечно, работать. Бесплатно деньги платить не будут, друзья мои. Никто платить. Это халявы. Халявы нет. Нужно трудиться. Это такая же работа, как и на обычном заводе. Лин. Лин. Первое. Сколько вам лет? Второе. Каких блогеров смотрите? Третье. Ваша профессия. Первое. Сколько вам лет? Мне около 40. Мне больше 30. Плюсом, в общем. Второе. Каких блогеров смотрите? Смотрю на странах. Блогеров в основном. Это One Planet, по-моему. Блогерша такая. Девушка там есть. Ваша профессия? Технолог швейного производства. Но на данный момент светил маркетингом. Занимаюсь компанией Фаберлиг. Работаю дома. Юлия Вольва. Как муж относится к вашему хобби? Муж вообще положительно относится к хобби. Занимайся. Твое любимое дело. Занимайся. Я ему говорю, занимайся своему хобби. Да, рыбалка. Пожалуйста, Мали, что-то еще. А у меня канал хобби. Поэтому мы друг другу не мешаем. Каждый занимается любимым делом. Просто, Лиза, как вы относитесь к хейту? Как вы относитесь к хейту? Врать не буду. Отношусь не очень хорошо, конечно. Бывает, обижаюсь. Бывает, все всякое бывает. Я знаю, что вы скажете, не нужно обращать внимание на них там и так далее. Но я не смогу не обращать внимания. Я блокирую, когда начинают оскоплять моих родственников, детей. Это вообще тема неприемлема для меня. Поэтому многих я блокирую. Сразу говорю. Какие бы мои дети не были, я не хочу, чтобы был негатив и шел в эту сторону. Поэтому я не обижаюсь на хейтов. Но я стараюсь, как вам сказать, пишут и пишут. Это их дело. Все хотят выговориться правильно, свое мнение пишут. Ну, просто старайтесь быть адекватными. Я никого не оскорбляю. Просто хочется, чтобы свой адрес тоже этого не было. Вот, поэтому... Всем здоровья, всем хейтам и все. Больше я ничего не могу сказать. Столько желаю добра и счастья. Зла не держу. Нет. Бывает, да, то, что вот оскорбляют. Ну, неприятно. Просто. Вот. Ну, и все, в принципе, больше ничего такого. Не бывает. Лана Че, какой у вас любимый цвет? Какие фильмы обычно смотрите? Любите настольные игры? Какой у вас любимый цвет? Любимый цвет у меня светло-розовый, розовый, светло-фиолетовый. Вот эти мои цвета любимые. Какие фильмы обычно смотрите? Фильмы я смотрю и российские, и советские люблю. Российские и иностранные. Из российских я люблю. Смотреть. Мажор. Все сезоны смотрела. Кстати, последний сезон Мажор в Сочи. Рекомендую посмотреть. Очень интересный тоже такой сериал. Ну, это как фильмом идет. На кинопоиски. Потом фильмы. И все-таки я люблю. Вот такие вот любовные. И все-таки я люблю. Улыбка-пересмешник. Да. Две судьбы. И потом из советских девчата. Девчата. Потом, что у нас еще? Весна на Соличной улице. Советские. Мне очень такие нравятся фильмы. Тоже. Очень приятные. Они такие классные, они такие безобидные. Вот. Когда Москва слезам не верит, кстати, тоже очень люблю. Фильмы. Расслабляешься просто, когда их смотришь. А из иностранных сериалов. Я люблю вот Дикий Ангел. Клон. Клон мы с сестрой иногда пересматриваем. Потом. Такие еще иностранные. Я не знаю. Их столько много. Названий всех не упомнить. Я люблю кинокомедии, романы. А из иностранных. Вот я люблю советские иностранные. Роман с камнем. Приключения Диана Джонсона. Диана Джонсона. Вот. Вот. В общем, такие вот фильмы. Смотрю. Так, какой? Любите ли вы настольные игры? Ну, у нас семейное. Мы любим играть в лото. Бочонки такие лото. И это вот если мы с семьей собираемся. Собираемся. Семьей собираемся. То. Играем в лото. Тоже классно расслабляет. Просто, Лиза, планируете ли вы стримить? Ну, хотелось бы. Но сейчас никак. Гости уедут. Может быть, начну стримить. Посмотрим. Даже не знаю. Так. Дальше. Анастасия. Хотелось бы узнать, в каком городе, поселке вы живете? Или Украина, или Россия? Я живу в России. Хотелось бы узнать, в каком городе? Город Орехово-Суево. Московская область. А сама я из Кирова-Калужской области. Но мои родственники, мои корни, прабабушка, бабушка родились все. Украина с Белоруссией. Дедушка с Украиной, бабушка с Белоруссией. Вот. Так что, корни оттуда наши. Анастасия спрашивает, любите ли вы краситься? Красить или вы часто, или редко, или только для видео? Нет, я крашусь на улицу, куда выхожу, в магазин. Там или куда-то, конечно, крашусь. Собаку, когда вывожу, я не крашусь. Просто во двор вывезти собаку. Ну, там у нас во двор. У нас такой лесок есть сзади дома у нас. У нас мы живем рядом с лесом. Даже здесь, в Московской области, мы в роще живем. Наши дома в многоэтажке окружены. Огромным лесом. Глубоким. Там пруд уточки. Прям вот из окна виден лес. Любите ли вы краситься? Ну, люблю. Не так, чтобы прям была любитель этого. Но крашусь. Потому что это необходимо. Украшать себя немножко, конечно. Крашусь. Елена Зверева, расскажите о себе. По-моему, уже кто-то спрашивал у меня. Я... У меня семья есть. Детки, двойняшки, мальчика, девочка есть. У родителей сестра, родная. Сестра, племяшка есть. Вероничка, ей 3 месяца. Сестра, собачка у меня есть. Пима, чувакуа. Потом у меня есть котик, поня. Этот... Шотландский веслоухий. Просто Алиса спрашивает, сколько лет. Мне 30 с плюсом. В общем, у меня около 40 лет. Дичь лесная. Пускай мои вопросы будут самые интересные. Какой религии придерживаетесь? Считаете ли вы правильным тот факт, что христианство не должно существовать в России? Как официальная религия, ведь изначально еврейская секта, на поводу которой пошел весь мир, а должно цениться исконное язычество, пропаганда которого сейчас запрещена. Да, действительно, раньше же у нас были славяне, и они валились, я точно не знаю, вот, ветру, да, природе, вот это вот все, лесу, деревьям. Даже, по-моему, сейчас вот эта религия тоже, она никуда не делась. Ну, я православная, я христианка, и, ну, я хожу в церковь, и я не могу сказать, что вот это вот ценю, то, что вот раньше было. Но я об этом знаю, я это знаю, я, конечно же, ну, насколько я знаю, там, по-моему, были и жертвоприношения, я могу ошибаться. Поэтому не хотелось бы об этом разговаривать. Просто нужно знать, что Бог один для всех, ведь у нас есть же и другие религии, не только вот, которые вы говорите. У нас же есть христианство, ислам, Аллах, да, у нас Библия, Коран, у нас очень много религий. И Бог один, поэтому, ну, как-то вот так вот. Дальше. Почему переехали? Почему переехали? Потому что детям нужно было учиться ехать, а у нас ничего такого нет, куда бы они хотели поступать, по компьютерам. Вот. А здесь мы нашли колледж, и учатся они. Нравится очень учиться, ну, по крайней мере, вот, нужно присматривать за ними постоянно, потому что в колледже многие очень курят, поэтому нужно от глаз до глаз. И девочки, и мальчики курят там, просто творится невообразимое. Нужно следить просто вообще. У нас в Кирове, конечно, меньше наркомании, меньше вот этого вот всего, а здесь это как в порядке вещей, и считается это какой-то у них тут нормой, что вот я, типа, крутой, если я курю там или еще что-то. Приходится детям объяснять и так далее. Потому что я никогда не курила, и не хотелось бы, чтобы дети тоже начинали курить. В общем, как-то так. Вот. Это были все вопросы, которые вы задавали. Спасибо огромное, мои хорошие, что писали вопросики. Будем периодически делать с вами такие АСМР-ные видео, вопрос-ответ, я думаю, будете тоже мне писать, спрашивать и так далее. Ну и, конечно, вам хочу пожелать всего самого доброго, самого хорошего впереди, наступающий 2023 год. Я хочу всем пожелать здоровья, счастья, улыбок на лице, всего-всего самого, да и лучшего. Вот. И спасибо всем за ваши теплые пожелания, вы мне пишите в комментариях. Я так чувствую ваше вот это тепло, добро, что вот вы передаете, оно передается мне, я вам передаю его, и вот так вот мы меняемся. Я вам хочу сделать приятное. Вот. А вы мне пишите, и мы друг друга дополняем. Я рада, что вы со мною оставайтесь на моем канале. Я так же буду дальше вас расслаблять, убирать тревогу и так далее. Буду дарить вам мурашки. Пока-пока, мои хорошие. До новых обзорчиков.